Елизавета II с самого начала увидела в Кейт Миддлтон будущую звезду британской монархии. Конечно, главным показателем было отношение девушки к своему возлюбленному Уильяму, которого она всегда поддерживала и мотивировала на новые свершения. Королева не могла не заметить скромность герцогини, за которой скрывался железный характер. Так монарх поняла, что Кембриджской нужно просто дать время и возможность, чтобы раскрыться и показать свои таланты. Известно, что Кейт Миддлтон является очень хорошим фотографом. Этот вид искусства вдохновляет ее и делает счастливой. Во время первого знакомства девушки с королевой Елизавета II даже разрешила ей сделать красивые снимки монаршей резиденции. Напомним, что Кембриджская является основателем фотовыставки, посвященной Холокосту, а еще герцогини любят фотографировать своих детей. Кроме того, в 2014 году Ее Величество лично разрешило герцогине взять ответственность за официальные фотографии принцев Джорджи и Луи, а также принцессы Шарлотты. Мастерский план от королевы. Она использовала страсть Кейт к фотографиям, чтобы раскрыть ее, заявил королевский эксперт. Теперь снимки, сделанные Кейт, публикуются в газетах, а также всегда представляются на обозрение широкой публики. Оказалось, что Кейт брала пример скрон принцессы Швеции Виктории, ведь она также фотографировала своих детей, а именно дочь Эстель. Публика отреагировала чрезвычайно положительно, ведь людям понравился не только тот факт, что они могли видеть, как Эстель задувает свечи на ее первом праздничном торте, но и то, что Виктория была за камерой, объяснил специалист. Мидлтон также хочет, чтобы у ее наследников было счастливое детство без забот и лишнего внимания. Поэтому она использует свой талант и любовь к фотографии, а королева с удовольствием поддерживает герцогиню в этом. 6 февраля королева будет принимать поздравления от всей Великобритании, ведь 70 лет назад она стала монархом. В преддверии такой знаменательной даты Елизавета II решила прочитать открытки, старые письма и памятные вещи, которые когда-либо подарили ей поклонники британской короны. Монарха заставила улыбаться письмо от 9-летнего мальчика по имени Крис, который отправил послание королеве в 2002 году. Еще королеве передали 2000 писем и открыток, которые отправляли ей люди со всего мира, чтобы поздравить с золотым юбилеем в 2002 году. Также Ее Величество изучило историю Веера, которую написала королева Александра для королевы Виктории в 1887 году. Тогда Виктория праздновала свой золотой юбилей правления Великобританией. Стоит отметить, что в королевских архивах хранится много интересных вещей, а также коллекции материалов, которые были посвящены различным юбилеям действующих правителей. С документами Елизавету II познакомила Стелла Панайотова, библиотека и хранитель королевского архива. Кроме того, монарх объявила конкурс на рецепт лучшего платинового пудинга. Целью мероприятия является поиск совершенно новой технологической карты приготовления данного блюда. Рецепт, который одержит победу в соревнованиях, будет использован в качестве приготовления нового пудинга, а само блюдо будут подавать на официальные обеды и мероприятия. Принц Чарльз решил пригласить Кейт Миддлтон, супругу своего старшего сына принца Уильям, в колледж дизайна и искусства, находящийся в центре восточного Лондона, который поддерживает королевский фонд Тринити Буеворф. Конечно, Кембриджская с удовольствием отправилась в поездку вместе с Уэльским и его супругой, Камилой Паркер Боулс. К слову, фанаты королевской семьи были в восторге от образа Кейт Миддлтон, который она выбрала на данную встречу. Кембриджская предстала в сером платье пальто от Кэта Ан Волкер, которое она уже надевала в 2019 году во время визита с Елизаветой Второй в Королевский колледж Лондона. К этому наряду Миддлтон также подобрала черную мини-сумку от Малбери. Стоит отметить, что Камила Паркер Боулс не уступала Кембриджской и тоже блистала на встрече. Корноольская выбрала для себя костюм изумрудного цвета, который состоял из куртки, пиджака и юбки. Свой образ герцогиня дополнила черными ботинками и зеленой сумочкой от Булгари. Трио было сфотографировано у Темзы, а затем они отправились в организацию, учредителем которой является принц Чарльз. На встрече Кембриджская, Уэльская и Корноольская познакомились со студентами, которые продемонстрировали им свои навыки кройки и шитья, а затем королевские особы сами испытали свои силы на швейной машинке. Кейт Миддлтон и Камила Паркер Боулс поговорили с двумя сестрами, Сукайной и Софией, которые ранее были на домашнем обучении. Однако в прошлом году девочки присоединились к ученикам фонда принца Уэльского, чтобы изучать основы шитья и получить опыт работы в текстильной промышленности. Сестры из Вудфорда показали герцогиням свои проекты и эскизы джемперов, которые должны были подготовить в рамках данного курса. Вчера стало известно о рокировке в королевском составе. Принц Чарльз заменит Елизавету II на мероприятие, которое пройдет в Восточной Африке. Данная встреча глав стран Содружеству пройдет в июне этого года, однако уже сейчас Букингемский дворец объявил, что монарх возьмет паузу и пропустит переговоры. Стоит отметить, что из-за эпидемии коронавирусной инфекции это мероприятие откладывалось дважды, но на днях королевский репортер сообщил о дате, на которую назначена встреча. Это произойдет после двухлетнего перерыва. Принц Чарльз также, вероятно, поедет на мероприятие. Встреча состоится в Кигале 20 июня этого года, объявил он. Напомним, что последний раз переговоры проходили лишь в 2018 году. Тогда интересы Великобритании представляла Елизавета II и бывший премьер-министр Тереза Мэй. Мы признаем роль королевы в защите Содружества и его народа. Следующим главой Содружества будет его королевское высочество Чарльз, принц Уэльский, сообщили эксперты. Стоит отметить, что роль представителя Великобритании на собрании стран Содружества не имеет никакого отношения к наследственной преемственности. Оказалось, что сама Елизавета II попросила Чум разрешить ее сыну продолжить работу в качестве главы Содружества после своей смерти. Пока неизвестно, готовится ли монарх передать всю свою власть Уэльскому. Однако сообщается, что эта просьба будет принята на рассмотрении и вступит в силу только после смерти ее величества. Видимо, в настоящее время королева хочет познакомить Чарльза с его будущими обязанностями. Но оказалось, что Елизавета II возьмет паузу не только для того, чтобы дать дорогу своему сыну. Стало известно, что состояние королевы продолжает ухудшаться, хотя монарх делает все возможное, чтобы оставаться в форме. Эксперты рассказали, что принц Гарри и Меган Маркл планируют вернуться в Великобританию на празднование платинового юбилея королевы. Кроме того, герцоги приедут к Елизавете II не одни, а вместе со своими детьми, Арчи и Лилибет. Напомним, что принц Гарри хотел приехать на родину еще пару месяцев назад. Однако он потребовал британскую корону оплатить личную охрану его семье из королевского бюджета. К слову, герцоги были лишены личных телохранителей после ухода из монаршей семьи в начале 2020 года. Герцог и герцогиня Сасекский лично финансируют частную команду охраны для своей семьи, однако эта служба безопасности не может воспроизвести необходимую защиту во время пребывания Гарри и Меган в Великобритании. В отсутствие такой защиты принц Гарри и его семья не могут вернуться домой, заявил официальный представитель Сасексов. Ожидалось, что Меган и Гарри вернутся в Великобританию на службу памяти в честь покойного принца Филиппа, а также на празднование платинового юбилея королевы. Сейчас специалисты считают, что Сасекского напрягают его натянутые отношения с представителями королевской семьи, ведь он хочет, чтобы его дети, Арчи и Лилибет, познакомились со своими монаршами-родственниками. Гарри хочет вернуться в Великобританию, чтобы увидеть королеву вместе с Меган, Арчи и Лилибет, но это произойдет только в том случае, если правительство примет соответствующие меры для защиты его семьи. Он отказывается подвергать их риску. Их безопасность превыше всего, заявил источник. Представители Сасекских считают, что герцоги делают все возможное, чтобы сделать этот мир лучше. Но в первую очередь супруги заботятся о своих детях. Они хотят, чтобы Арчи и Лилибет знали вою семью.